Наверное, каждый из нас получал хоть раз смс-код МЧС с предупреждением об изменении погоды или возможных природных катаклизмах. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций обязаны делать это регулярно. Но проявлять ли смс-заботу зависит от операторов сотовой связи. Сотрудники МЧС выступают здесь лишь как посредники. Представители большой тройки операторов связи своим абонентам смс рассылают, отчитывается МЧС. Компании поменьше не всегда. За итог спасательное ведомство не отвечает. У них свой норматив. Получить данные от гидромедцентра и в течение 10 минут отправить операторам. Как будет дальше, в какое время придут смс-населению, забота ответственных за связь. У нас наиболее распространенный для нашего субъекта – это ветровая нагрузка больше 18 метров в секунду. Также могут быть сильные осадки, дождь, снег. Сильная жара в летний период. Повышенный класс пожарной опасности также в летний период. Если это не экстренное предупреждение, а прогноз на сутки, дается именно на сутки. Примерно с 18 часов, например, сегодня до 18 завтра. Если это экстренное предупреждение, оно может быть ближайшие 2-3 часа, ближайшие 4-5 часов. СМС-рассылку получают те абоненты, которые находятся в радиусе оповещения. Текст обычно стандартный. Будьте осторожны и готовы ко всему. Жители областного центра к такой телефонной опеке относятся уважительно. Чтобы знать, как вообще одеваться и выходить ли из дома, если там какой-нибудь град будет или гроза. Как вы думаете, они приходят своевременно? Не всегда, мне кажется. Есть такое мнение, что обычно уже дождик, например, идет, и тут МЧСники присылают СМС-ку. Иногда так происходит, иногда до дождика, до града, до ветра. Но, в общем, когда они приходят, они всегда точные. Мне всегда смущает, что же делать. Вот они пришли, прислали СМС-ку, например, 18 метров в секунду ветер. И что нам надо делать? Быть готовым к этому ветру. Приходят регулярно и очень вовремя. Зачем они приходят и как вы реагируете на них? Вот, например, жара. Что мы будем делать? Жара. Мы должны подумать, много ли времени проводить нам на улице в жару. Как одеться. Питьевой режим продумать. Я думаю, они очень уместны и правильно, что присылают. Если вам СМС не приходит, нужно обратиться к мобильному оператору и попросить добавить номер в рассылку. Услуга эта совершенно бесплатная. А вот есть ли такая возможность, нужно уточнять. Тем, кому СМС с предупреждениями о ЧП недоступны по тем или иным причинам, не стоит переживать за свою жизнь. У МЧС есть еще ряд каналов распространения информации. Через СМИ, сирены, уличные громкоговорители. А надвигающиеся стихии сообщат непременно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.